Я хочу, чтобы быстрее все это закончилось, ну и чтобы быстрее уж видеть реконструкцию наших дорог в обновленном виде, чтобы было удобно всем и водителям, и пешеходам. Удобней будет, но не всем. Основная масса передела, которым горожане не рады, сосредоточены на участке от Рамуса до Новоэссена. Здесь пока полным ходом идут работы, но изменения уже налицо. Первое, что бросается, исчезли парковки. Этот факт возмущает всех без исключения. Чем больше парковочных мест, ну мое такое мнение, я не знаю, я опять-таки говорю, я не водитель, но мое мнение, что чем больше парковочных мест, тем это разгружает трассу и позволяет основному потоку ехать, а тем, кому нужно где-то припарковаться, не ездить в обход и парковаться на месте. Даже скорая вот приедет, скорая, правильно, и куда встать? Пожарным некуда вставать. Рукава должны быть специальные до стоянки автомобиля, а их нету. Большой минус. И так уже парковаться некуда же. Ищем, пока ездишь, полчаса надо искать, чтобы парковаться только на минутку заехать, и то трудности задают. Недовольны люди еще и тем, что, к примеру, убрали карманы для автобусов, и это не все минусы. Например, свернуть у торгового центра «Меркурии» уже не получится. Разворот замуровали высоким бордюром. Этот разворот находился именно здесь. Он и стал камнем преткновения между водителями и проектировщиками. Убрали его в ходе реконструкции проспекта строителей. А все потому, что он не отвечал всем имеющимся нормам безопасного движения. Решение было принято совместно с отделом ГИБДД. Напомним, реконструкция на проспекты началась в июне. Объем работы огромный. Привезти в порядок необходимо и дорогу, и пешеходную зону. Это более 2,5 километров. Деньги выделил федеральный бюджет и добавил республика. В общей сложности на проспект будет потрачено примерно 750 миллионов рублей. Согласно проекту, здесь установят новые остановки освещения. Новшеств, конечно, много, но придется привыкнуть, говорят представители сполкома. Все делается максимально для того, чтобы обеспечить безопасность на дороге. Во-первых, возле НХТИ, напротив НХТИ, есть парковочные места. Возле НХТИ непосредственно там есть и торговый центр, который вполне может заменить эти парковочные места и дойти от этого торгового центра. Там порядка, ну, менее 100 метров, наверное, по пешим ходам. Тут ничего страшного, чем создавать угрозу на магистрали. Дорогу не сузили ни на сантиметр, говорит Юрий Болтиков. Такое мнение сложилось из-за того, что убрали парковки, которые уже точно не вернут. Вопрос решат по-другому. Наверное, надо сказать, что сейчас мы в целом концептуально занимаемся вопросом создания вот этих парковочных площадок в микрорайонах. Скажем так, в микрорайонах. Но это общая городская, это не только улицы строителей. Это общая проблема. Правда, пока непонятно, как будет существовать без парковок торговый центр «Рамус». Но вот некоторые моменты попытаются пересмотреть. Это касается разворота у торгового центра «Меркурий» и карманов у остановочных павильонов. Посадить их глубже. Вот, с одной стороны, мы не смогли пока договориться с собственником. Но вопрос, я думаю, в будущем будет решен. И вопрос размещения павильона с этой стороны, он... В будущем мы его переместим. А с той стороны тоже по размещению вот этого кармана, заезд в квартал, мы с карманом не помещались полноценным. Поэтому это допускается. Здесь нарушений нет. И в местах, где есть стесненность, есть определенные условия такие, в целом это допустимо. Работы планируют завершить ко дню города. Получится ли сделать один из первых проспектов в городе по-настоящему безопасным для пешеходов и водителей, покажет только время. Вера Муратова, Евгений Лазаев, Новости НТР.